Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Мураджан Дёзов. Еще один шаг к повышению качества жизни населения. Сегодня в Черкесске открылся первый пункт проката технических средств реабилитации. Новое учреждение стало по-настоящему долгожданным событием. Кто может получить услугу и на каких условиях, узнавала Альбина Ламкова. Новое учреждение. Сейчас было принято решение по открытию этого пункта проката для удобства наших жителей. Он открыт как раз в центре города, в городской больнице. Очень удобно в смысле транспортной доступности для пациентов и в смысле того, что это центр столицы. Поэтому были другие решения, но мы пересмотрели в пользу удобства для жителей. И сразу же первый посетитель после выбора необходимого средства заключает договор на аренду. Поэтому при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Валентина Николаевна, вот сейчас вам выдается трость сроком на три месяца. Это бесплатно. С 21 июня по 21 сентября. Потом вы можете подойти и продлить срок и воспользоваться снова. Хорошо. Большое спасибо. Такая помощь очень важна. Потому что не каждый может приобрести средства реабилитации. Я пользуюсь уже три года после травмы. И она мне очень необходима. И медтехники не всегда есть нужного размера. А это вот как раз очень я довольна. Большое спасибо. Также воспользоваться арендой средств реабилитации смогут граждане, получившие травму, которая на время ограничила их жизнедеятельность или на период лечения. Очень рады, что вот эта идея, которую вынашивало Министерство труда социального развития долга, реализовалась именно сейчас. Партия «Единая Россия» и мы, депутатский корпус, с удовольствием поддержали этот проект. Будем всячески способствовать его развитию. Пункт проката создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий граждан, проживающих на территории республики. Закуплены кресла-коляски, ходунки, костыли, противопролежные матрасы, сидения для ванны и другие. Их количество невелико, поэтому учреждение может принять в дар от физических и юридических лиц любые технические средства реабилитации в исправном состоянии, в том числе и бывшие в употреблении. «Обслуживаем мы все категории людей, все пожилые, инвалиды. Для них есть специальные тарифы. Процентов 90 всех это будет бесплатно. Оснастили пункт первым необходимым. Мы пока не знаем, что это будет в процессе работы, поступление заявок и так далее. Это будет оснащаться дополнительными другими средствами реабилитации. Поэтому пока минимум». В этом году планируют открытие и второй пункт проката технических средств реабилитации. Он будет располагаться в доме интерната для пожилых людей. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый мост через реку Кубань в ауле Каменомост будет массивнее, шире, длиннее и сможет выдержать более 200 тонн нагрузки, говорят в Карачаево-Черкесской автоадоре. Проект моста готов. Он прошел экспертизу, определилась и подряд на организацию. Из Карачаевского района репортаж Аллы Динаевой. «Сегодня в ауле Каменомост началось строительство нового моста, который соединяет с Карачаевском и ряд населенных пунктов Кубанского ущелья. Мостовое сооружение будет построено здесь же, на месте старого моста. Дорожники в ближайшее время планируют реализовать проект, разработанный на бумаге, в жизнь». А по документам, которые прошли государственную экспертизу, здесь возведут мост протяженностью… «24 метра. К информации, тот мост был 15 метров. Это 24 метра длиной. Ширина 11 метров будет». «Кто подрядчик?» «Подрядчикового дороги». А 10 июня из-за поднятия уровня воды в реке управление Карачаево-Черкесской «Автодор» приняло решение о приостановке пропуска транзитного движения по данному мосту. Поток личного и общественного транспорта теперь осуществляется через поселок Марая-Гэм. А сегодня с утра у моста через реку Кубань заработала техника. Местные жители ждали этого дня с нетерпением почти год. «Просим руководства, чтобы побыстрее построили новый мост. Тяжело нам, и много неудобств возникает у нас из-за этого. Много больных, пожилых, не у всех одинаковые возможности. Съездить в город по делам сложно. Помогите, чтобы быстрее построили нам мост». «Одна сторона моста разрушена, и по другой стороне страшно проходить пешком. Когда обрушился мост, здесь погиб мой племянник». «Все же машины имеют в ауле и в Учкулане. И в объезд на такси ездить очень накладно. Почему? Потому что такси здесь брал 70 рублей, сейчас 250 рублей. Очень накладно для людей. Не каждая семья, не каждый работник карачаевска себе не может позволить в день 500 рублей только на такси давать». Жители аулов Кубанского ущелья и каменомоста обеспокоены, что строительство моста может затянуться, и люди обращаются к главе республики Рашиду Цимрезову. «Давайте обратимся к Рашиду Бориспиевичу, и он предпримет меры, чтобы этот мост не на 30%, как тендеры говорят, выиграли вот эти вот подрядчики, чтобы завершение не 30% было на этот год. Дай Аллах, чтобы Рашид Бориспиевич взял под контроль и этот мост на этот год у нас, чтобы завершился на 100%. МЧС информирует, в период до 23 июня местами по Карачаевой Черкесии ожидается сильный дождь с градом и усилением ветра. Сейчас время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаевой Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 16-18, а днем 23-25 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом? Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. В год столетия Карачаева Черкесии на Московском бульваре в парке «Чистые пруды» открылась фотовыставка нашей республики «Знакомьтесь, Карачаева Черкесия». Проект реализуется в рамках мероприятий, проводимых постоянным представительством республики при поддержке Департамента культуры Москвы. Фотовыставка знакомит москвичей и гостей столицы с историей Карачаева Черкесии с наиболее значимыми этапами ее развития, а также предоставит возможность узнать о выдающихся уроженцах республики, среди которых герои СССР и России, герои труда, деятели культуры и искусств, дружинники и все те, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики. Посетители фотовыставки узнают о достопримечательностях республики, известных курортах, о природном многообразии и красоте заповедных уголков Карачаева Черкесии, познакомятся с культурой и традициями ее жителей. Выставка продлится до 3 июля. Такие фотовыставки постоянное представительство Карачаева Черкесии в городе Москве организуют каждый год. Но эта выставка особенная. Чем же ее особенность? В том, что она знаменуется празднованием столетия Карачаева Черкесии. На данной выставке представлено 159 лучших фотографий из исторического фонда республики, который позволит жителям и гостям Москвы как можно больше приблизиться к Карачаевой Черкесии, узнать ее изнутри. Главное культурное событие на Кавказских минеральных водах. Ошеломительная премьера в Кисловодском государственном цирке. Уникальный спектакль «Клоун» к столетию со дня рождения Юрия Никулина. Проект Росгосцирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Впервые шоу показали в Санкт-Петербурге. Затем его приняла культурная столица Северного Кавказа. О человеке-легенде, о любимом клоуне страны и яркой премьере расскажет Светлана Шаганова. Его талант сложно измерить или описать. Стоит произнести Юрий Никулин, и люди начинают улыбаться. Он был легендой советского кинематографа. Но на первом месте для Юрия Никулина был любимый цирк. «Мой старый цирк, моя любовь. Мой старый цирк опять со мной». Который раз произносил эти слова Юрий Никулин, и сегодня он снова с нами. Перед зрителями предстает необыкновенная инсталляция – 13-метровая скульптура артиста. Зритель сразу погружается в необыкновенную атмосферу спектакля, в котором, словно как лента кинопленки, сменяется кадр за кадром. И в каждом Юрий Никулин. Его голос, его песни из знаменитых гайдаевских фильмов, где он сыграл свои лучшие главные роли. В каждой мизансцене – определенный период жизни великого артиста. Особое место в биографии занимает Великая Отечественная война. Юрий Никулин воевал почти 7 лет. На манеже – конница, которая виртуозно управляет солдат. И все это в сопровождении необыкновенной музыки. Спектакль уникален не только драматургии, но и подбором артистов. В нем задействованы самые яркие звезды российского цирка. Заслуженные артисты, обладатели престижных наград, международных конкурсов и фестивалей. Динамичная смена декораций. И вот перед нами комические герои. Трус, балбес и бывалый. И, конечно, девушка Нина. В шоу нет пародии. Артисты используют цирковые жанры, которые неразрывно связаны с именем Юрия Никулина. Режиссером, автором и художественным руководителем спектакля «Клоун» выступает обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев. Это человек, который внес в цирк настолько много и так поднял цирковое искусство в глазах зрителей, что Юрий Владимирович заслуживает не только памятников, наград, префераций. Он заслуживает того, чтобы был проект, который посвящен только ему. Цирковые жанры и кинематограф соединены воедино. Благодаря перевоплощениям мы чувствуем силу всенародно любимого артиста. Видим его присутствие. И в каждом клоуне ищем его неповторимый взгляд, его улыбку, его непосредственность. Я лично очень хорошо знала Юрия Владимировича Никулина. К сожалению, уже не видела его последние годы в манеже. А он сидел в кресле директора нашего цирка на Цветном бульваре. И это был настолько потрясающий человек, широкой души, большой доброты. Он просто был удивительный. Он очень любил людей, очень любил цирк и очень любил цирковых артистов. Невероятные жанры циркового искусства представлены в спектакле в исполнении артистов мирового масштаба. Собрали самые лучшие номера российской государственной цирковой компании, московского цирка Никулина. Все какие-то именитые. У кого-то есть заслуги в Монте-Карло, во всяких международных конкурсах. Это сливки практически российского цирка собраны. Рычание тигров, Карина и Артур Багдасаровы и их уникальный аттракцион. Они герои циркового манежа. Знаменитые укротители, ярко и эмоционально, в который раз показывают свою смелость. И вот финал. Кажется, сейчас погаснут софиты и опустится занавес. Закончится лицедейство. Но зритель не спешит расставаться с цирком. Директор Кисловодского государственного цирка Ирина Веселкова-Лен благодарит артистов за высокое мастерство, за подаренный праздник. Юрия Николина обожала и обожает вся страна. О такой популярности может мечтать каждый. Любимый клоун исполнит мечту каждого. Всех, кто придет на спектакль «Клоун», а такая возможность еще есть до 17 июля. Добрый человек Юрий Никулин ждет вас в Кисловодском цирке. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин